МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости итоговая программа в студии Виктория Пименова. Здравствуйте! Мой коллега Александр Соколов только что вернулся из отпуска. Александр, как отдохнул? Прекрасно и с новыми силами за работу. Сегодня в выпуске. Не хамить и не курить призвал губернатор чиновников. Что еще обсуждали на ежегодном отчете перед Законодательным собранием области? Из-за грозы сгорело несколько домов. В Вологодской области введен особый противопожарный режим. Как пожарные готовятся защищать леса? В Вологде ждут Спивакова и столичный драмтеатр. Зачем летом в Кремле высадится звездный десант? В Череповце закрыли школу. Почему родителям учеников сообщили об этом в последний момент? От удара молнии сгорели сразу несколько домов в Вологодской области. 30 мая сгорел дом в деревне Давыдово. Есть пострадавшие. По информации управления МЧС по Вологодской области, жильцы дома проснулись от вспышки квартирного электросчетчика. Попытки справиться с пламенем самостоятельно не увенчались успехом. Из горящего дома пришлось спасаться бегством. В результате пожара хозяйка, пожилая женщина, получила ожоги. Пожарную охрану вызвали соседи. Один из них пострадал. Из-за взрыва газового баллона мужчина откинуло в сторону, и он сломал ногу. На место происшествия выехало три пожарных расчета и спасатели из Липина-Бора. В этот же день из-за грозы в Нюксеницком районе сгорел трехквартирный одноэтажный дом, где проживали две бабушки и молодая женщина. Молния ударила в антенну дома, отчего загорелась квартира. Хозяев это время дома не было. Еще один пожар из-за разряда молнии произошел 18 мая на дачном участке недалеко от Череповца. В этот момент в доме находился хозяин 1941 года рождения с супругой. По телефону они вызвали пожарных. В результате пожара полностью выгорела крыша. Была повреждена внутренняя отделка дома и имущество. Само здание пожарным удалось отстоять. Есть специальная молниезащита, которая делается для домов. Это и есть специалисты, которые этим занимаются. По большому счету это и предназначено для того, чтобы уберечься от грозы, молнии и защитить свой дом, в том числе и от пожаров. Вологодчина – это зона особого режима, противопожарного. Правительство области ввело запрет на посещение лесов. Все это связано с повышением опасности возгорания в лесах. Костры на полянах и на опушках велено не жечь. Зато предписано проводить патрулирование лесов, подготовить землеройную и водовозную технику, а горючий мусор нужно убрать. На сайте правительства области появились списки дачных товариществ и населенных пунктов, которые до сих пор не готовы во всеоружии встретить возможные опасности. На 30 мая в этом списке значилось 53 деревни и поселка. Больше всего таких населенных пунктов в Бабаевском, Вашкинском, Вожигодском, Междуреченском, Тарнакском и Череповецком районах. Пожарные, надеясь на лучшее, готовятся к худшему. По Череповцам прошли большие учения, на которых отрабатывались навыки тушения крупных лесных и торфяных пожаров. На учения отправилась Екатерина Машковская. Вертолет описывает дугу и зачерпывает в реке воду. Задача – потушить огонь на поляне. Первый заход – мимо, второй – тоже мимо. Хихикать не надо. Водосливное устройство для вертолета – оборудование новое. Привезли буквально несколько дней назад. На нем только учатся работать. Заход третий – огонь потушить удалось. Ура! На учениях показывают и новенькие пожарные машины. Пока их три, а будет 20. Они укомплектованы современным новым насосом, что позволяет с наибольшей эффективностью израсходовать 3000 литров воды. Среди новинок и система видеонаблюдения. Ее закупили на средства областного бюджета. Сначала технику установят в Череповецком районе. Если опыт окажется удачным, она будет работать везде. Прошлый год, когда горели деревни, показалось – пожарами не шутят. Так что нынче к пожароопасному периоду готовились особенно тщательно. В этом году за счет федеральных субвенций мы получим техники на 200 миллионов рублей. Я могу сказать, что такого количества пожарных машин, бульдозеров, мощных бульдозеров, лесопожарных тракторов, тягачей область не получала, наверное, за 30 лет. Специалисты МЧС, лесхоза все про эту технику знают. А вот главам районов, которых пригласили на учение, наверняка интересно. К ним руководителям сейчас много претензий. 53 населенных пункта Вологодчины не готовы к началу пожароопасного периода. Где-то не установлена система оповещения, где-то не выкопана минерализованная полоса. Как нужно копать, сегодня показали. А все нарушения велено устранить до конца июня. Происходит занятие, необходимое для десантирования высоты полета. И далее, с учетом всех условий, строится схема захода на боевой курс. Навыки тушения крупных лесных пожаров сегодня отрабатывала авиалесоохрана. Ну вот парашютисты приземлились на место возгорания. Первым делом они должны разобрать свои парашюты и затем только приступать к работе. Учение – это отработка взаимодействия всех служб. Пожарный якобы получил ранение. Чатся доктора. Рано меня хоронить-то еще. На учениях пожарные справились с огнем в считанные минуты. Руководство надеется, что так же успешно они будут воевать с огнем во время реальных пожаров. Этим летом наши леса будут постоянно охранять с воздуха. Отряд укомплектован десантниками. Будет вестись патрулирование по суше. Последний раз такого масштаба областного. Были последний раз здесь в 2006 году. Пять лет мы учения не проводили, а были такими они как бы по районам. На востоке, на западе, в центре. В связи с тем, что тема тушения лесов серьезная, было принято решение в этом году привезти опять областное приглашение всех глав администрации. Во время учений хлынул дождь. Впрочем, от пожара не спасет даже сильный ливень. Впереди еще напряженные месяцы и июнь, по прогнозам, синоптикам. Несмотря на эти осадки, а через день будет уже 26, и 32, и 34 градуса тепла. И июль впереди. А что вы смеетесь? Точно. И июль, и впереди еще август. Без специальной техники пожарных и лесников не обойтись в лесу. Впереди лето, самая горячая пора. Чем запомнился минувший 2010 год? Кто-то сразу вспоминает аномально жаркое лето, кто-то, как день от дня дорожала гречка. В правительстве области самые яркие моменты прошлого года не вспоминались, отчитывались о проделанной работе. С ежегодным отчетом перед законодательным собранием выступил губернатор области Вячеслав Позгалев. В 40-минутном докладе главное, чем жила наша область. События самые разные. Строгий режим экономии, оживающий после кризиса предприятия, недовольствие людей ростом тарифов на коммунальные услуги и очереди в поликлиниках, новые технологии, которые приходят в область. Качество жизни граждан необходимо повышать. Это одна из первостепенных задач, которые ставит перед собой правительство. Губернатора внимательно слушала Мария Помилова. Год 2010-й запомнился Волокжанам прежде всего знойным летом, когда до небес излетели цены на вентиляторы и кондиционеры, а еще ураганам, которые за 20 минут натворил бед на миллионы рублей. Все обсуждали также и запрет на ночную продажу алкоголя строго до 9 часов вечера. Но было очень много событий, которые шли по плану. Это завершение строек, выплаты социальных пособий и многое другое. Несмотря на посткризисный год, регион справился со всеми поставленными задачами. Как это было, напомнил губернатор Вячеслав Позгалев во время отчета перед законодательным собранием. Такой ежегодный доклад прописан в уставе области. Но это не просто обязанность, а скорее необходимость публично подвести итоги и наметить планы. Период посткризиса переходит в период стабилизации. И это чувствует каждый волокжанин, подчеркнул глава региона. Я подчеркну, это главная особенность, которая провелась именно в последнее время. Это повышение уровня запросов нашего населения. Жители уже не хотят довольствоваться тем, что было до кризиса. Даже по просветству двух лет кризиса и после кризисного времени население требует обновления и качественных перемен в своей жизни. И эти качественные перемены начинаются не с бюджетных денег и новых строек, а соотношения чиновников к людям. Вот, например, история руководителя одной из строительных фирм Петра Шапошникова. Землю в аренду получил, а разрешений на строительство никак не мог. Почти 10 лет по чиновничьим кабинетам ходил, как в последнюю инстанцию пришел в общественную приемную Путина. Это то, что сводит на нет любую работу, подчеркнул губернатор. Бездушие и хамство чиновников он назвал проблемой вне категории. Это одна из важнейших претензий к власти, которая стала притчей в изыцах. Это позор. И пусть никому эта проблема не покажется мелочью, порой пустяковый вопрос наталкивается на такое бездушие и на такое хамство со стороны чиновников, когда маленькая проблема, человеку перестает казаться уже маленькой, становится большой. Список проблем, волнующих в Алакжан, известен. Уровень зарплаты пенсий, рост цены безработицы, медицинское обслуживание и состояние дорог. Решение этих вопросов глава региона назвал приоритетными в 2011 году. В частности, в области создается региональный дорожный фонд, где будут аккумулироваться средства на ремонт дорог местного значения. На финансирование регионального фонда предполагается направить средства от акцизов на топливо, транспортного лога и неналоговых доходов в сфере дорожного хозяйства. Законопроект планируется представить на рассмотрительном законодательном собрании в третьем квартале этого года. Закон вступит в действие не позднее 1 января 2012 года. 4 июля у нас полтора года, и последний раз платят деньги на ребенка. И все, а потом живите как хотите. И что делать дальше, Иванна плохо представляет. Она, мать-одиночка, может рассчитывать только на себя. А в сад ее дочку Марусю не взяли. К сентябрю девочке не исполнится еще двух лет. В управление образования ходили, сказали, что если год и восемь, то нет смысла даже писать заявление на детский сад, так как только рассматриваются дети с двух лет. Сотни таких историй по области из-за каждой слезы и переживания. В детских садах катастрофический дефицит мест. И эта проблема тоже будет решаться. Нами предусмотрен целый комплекс мероприятий, которые позволят за период 2012-2020 год создать более 5000 мест для школьных учреждений. Кроме того, в результате реализации программ и планов, разработанных в муниципальных образованиях области, в 2011-2013 году будет дополнительно создано 2612 мест. Еще более масштабная модернизация ждет здравоохранением. 4 миллиарда из областного бюджета, новое оборудование, повсеместные ремонты и внедрение новых стандартов. И один из главных вопросов – борьба с очередями. Пристальное внимание, пожалуй, впервые за десятилетия мы сегодня обращаем на ту часть системы здравоохранения, которая начинается на крыльце больницы, но завершается на пороге врачебного кабинета. Речь идет о коридорах, регистратурах, документе обороте. Все это в очереди, многочасовые, зачастую бессмысленные ожидания. На пять минут, которые мы проводим на приеме у врача, в очереди приходится отсидеть по 3-4 часа. Все это знают, ситуация в комментариях не нуждается. Пора навести порядок и здесь. И эту задачу я беру под личный контроль. Под личный контроль глава региона взял еще несколько проблем. Например, тарифы ЖКХ и работы управляющих компаний. И в завершении выступления заявил, что сейчас главный ресурс, который нужно беречь – это доверие людей к органам власти всех уровней. Мы сегодня получили доверие населения, и это доверие мы должны оправдать. Спасибо за внимание. И логичным продолжением выступления Вячеслава Позгарева стали несколько губернаторских инициатив, поддержанных депутатами. С 1 июня фонд заработной платы бюджетников увеличился на 15%. С 1 июля вырастет ежемесячная денежная выплата для областных льготников. А все без исключения многодетные семьи получат 15 соток земли – подарок от области. Главное – железные нервы и хорошее знание. Час Икс пробил для всех 11-классников страны. На этой неделе стартовали экзамены – единое государственное. Правила проведения испытаний год от года ужесточаются. Теперь на экзамене должны обязательно присутствовать общественные наблюдатели. Контрольно-измерительные материалы или попросту КИМ признаны документами строгой секретности. Нарушение таковое влечет за собой административную или даже уголовную ответственность. Рособранадзор со своей стороны в рамках проведения ЕГЭ аннулирует результаты. А в рамках административного процесса нарушители будут оштрафованы. Юридические лица на сумму до 200 тысяч рублей, а физические – от 5 тысяч. Впрочем, не только экзаменами живет Вологодщина. О других событиях Вологды и Череповца в нашей рубрике – параллельным курсом. В Вологде на этой неделе задержан мужчина, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних детей. Об этом журналистам рассказали следователи областного следственного комитета. У них есть подозрение, что среди пострадавших не один ребенок. Человек выслеживает маленького ребенка, который находится либо в безлюдном месте, либо там, где нет взрослых. Он быстро подходит, быстро совершает свои противоправные действия и быстро покидает место совершения преступления. Более чем, я не могу говорить, потому что потерпевшие у нас очень маленькие девочки, и это такой серьезный моральный аспект, который мы пока что не можем придавать широкой огласке. Мужчину задержали 30 мая в гаражах на улице Ильюшина случайные прохожие. Они заметили, как тот трогает полураздетого ребенка. После этого Вологжанина передали в правоохранительные органы. Уже возбуждено уголовное дело. Накануне специалисты распространили фоторобот подозреваемого. И просят всех, кому известно, что этот мужчина совершал действия сексуального характера с детьми, сообщить об этом в следственное управление Следственного комитета по адресу Вологда, Комсомольская, 53 или по телефону 02. По словам следователей, если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком как минимум на 10 лет. А вот атаману вологодских казаков Александру Яровому грозит до двух лет. Его обвиняют в неисполнении решения суда. Дело в том, что помещение, в котором находится казачий округ, находится в аренде. По всей видимости, Яровой забыл или просто не знал, что за него нужно платить. В результате общий долг перед собственниками больше 500 тысяч рублей. На этой неделе судебным приставам пришлось в принудительном порядке выселять казаков из этого здания. Выезжать не хотели. Яровой даже вызвал двух адвокатов. Но решение суда законно казакам пришлось отступить. Приставы начали описывать имущество. От мебели и компьютеров до цветов и предметов искусства. Все эти вещи они оставили на ответственное хранение собственнику здания, Центру гигиены и эпидемиологии Вологодской области. Слышите? Это соловьи поют. И с каждым годом в Володе их становится все больше. Это значит, экологическая обстановка улучшается. А доказывают это энтузиасты, которые пересчитывают этих птиц. Необычную акцию уже не первый год проводит вологодский биолог Виктор Лебедев. Суть ее проста. В Алакжане, услышав соловьинную трель, звонят по специальному телефону. Кстати, найти соловьев в центре города практически невозможно. Дело в том, что свои гнезда они вьют из маленьких веточек и прошлогодних листьев, которые из центральных парков и скверов вывозят работники зеленстроя. Больше всего соловьев на окраинах города, в спальных районах. В прошлом году в Алакжане насчитали полторы сотни поющих соловьиных пар. Сколько в этом году, пока не ясно. Точную цифру биологи опубликуют на следующей неделе. Начну, пожалуй, с новости, которая взбудоражила сотни череповецких родителей. Минус одна школа. В Череповце закрыли 42-ю. Соответствующее распоряжение подписал мэр Череповца Олег Кувшинников. Николай Печенников, начальник управления образования, объяснил, решение о закрытии было еще принято в мае судом. Все дело в том, что ветхоздание учреждения не соответствовало нормам безопасности. Постоянно вызывало нарекания от пожарных и санитарных врачей. Кроме этого, каждый год требования к образовательным учреждениям увеличиваются по количеству и качеству помещений. Маленькая школа современным правилам не соответствовала. Для того, чтобы сделать здание безопасным и пригодным для размещения детей, необходим капитальный ремонт. Для этого понадобилось бы более 100 миллионов рублей. Этих денег, по словам чиновников, в Череповецкой казне сейчас нет. Есть и еще одна причина, по которой школу было решено закрыть. В ней училось слишком мало детей. Такие учреждения сейчас закрывают по всей стране, так как расходы на них признаются неэффективными. С учетом пожеланий родителей будет решаться вопрос о переводе детей в другие школы. Вариант – это переводить классами. То есть есть предложения, поскольку большая часть, мы проанализировали, родители проживают в индустриальном районе, то есть варианты первоклассников будущих, например, в первую школу, вместе со своими учителями. Вторая, третья, четвертая классы, в ближайшую школу, 22-ю, вместе с учителями. Чтобы как можно было более-менее безболезненно. А остальных, учащихся им до средней параллели, в 25-ю школу. Ну и сейчас будем решать вопрос, куда переводить будущий 11-й класс. Тем, кто не умеет правильно отдыхать на городских пляжах, отныне придется платить штрафы. Наказывать череповчан разрешают новый областной закон. 500 рублей минимум грозит тем, кто заплывает за буйки, прыгает с дебаркадера и ограждений. Накануне все четыре официальных городских пляжа принимала специальная комиссия. Проверку на профпригодность не прошел только один – строительный. Проведено обследование дна, установлены детские купальни, подвезен и спланирован песок для отдыха. Пробы воды отрицательные, то есть не обнаружено никаких ледных веществ, запрета на купание на данном пляже никакого нет. Кроме сотрудников правопорядка, наблюдать за отдыхающими будут и спасатели. Для этого на каждом пляже установлены специальные посты. Есть два спасателя, которые там дежурят, и есть плавсредство, которое может выехать в любую точку пляжа и оказать помощь. Дежурим мы в дневное время, это с 10 часов утра до 8 часов вечера. Это официальное время работы пляжа. И вот именно в это официальное время работают спасатели на пляже. Так что рекомендуем горожанам купаться в это время. Следить за состоянием пляжей специалисты будут все лето. Убирать территорию от мусора они намерены несколько раз в день. Кроме того, раз в месяц сотрудники Роспотребнадзора будут брать пробы песка и воды на наличие в них бактерий. На тропу войны с нелегальной рекламой вступили городские власти. В Череповце создана специальная рабочая группа, которая будет выявлять предпринимателей, которые незаконно размещают баннеры, постеры и выставляют щиты в неположенных местах. Нами принято решение при комитете по управлению имуществом создать специальную рабочую группу по приведению города в порядок. Чтобы вот такого бардака, как вот на этих зданиях, не было. Потому что это все незаконно установленная реклама, которая не согласована с органами местного соуправления, и никто за эту рекламу не платит деньги. И напоследок новость, которая лично у меня вызывает не просто положительные эмоции, а неподдельную радость. Буквально через месяц Череповец превратится в маленькую Италию. У нас и у соседки Вологды пройдет фестиваль молодого европейского кино «Войсис» с 5 по 10 июля. Это кино не на раз, посмотрел и забыл. Обычно фестивальные фильмы, если уж не заставляют по-другому взглянуть на проблему, но след в душе оставляют глубокий. Организаторы фестиваля поставили задачу показать, что умное кино может быть еще и интересным. В Череповце пройдет настоящая церемония открытия. Чем не Канны? Торжественная, но, как подчеркнули особо, без излишнего гламура. Здесь вообще не за гламур, за новые идеи и новые звезды, которые непременно зажгутся на наших глазах. Единственная, по большому счету, возможность встретиться с режиссерами, с актерами, с продюсерами. В конкурсной программе заявлено 10 фильмов. Среди них польский «Мать Терезы от котов», греческие родины, бельгийский под названием «22 мая». Для многих авторов картин это дебютные работы. Нынешний год объявлен годом Италии в России. Специальная программа фестиваля представит шедевры итальянского кино разных эпох. И еще один сюрприз от организаторов музея фестиваля станет Клауди Кардинали. Вот, пожалуй, самые значимые события минувшей недели в Череповце. Мы продолжим через несколько минут, а пока реклама. Субтитры создавал DimaTorzok